Здравствуйте, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры, добрый вечер, гости, здесь таковое присутствие в нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня понедельник, 17 часов по московскому времени, это время начала презентации компании Skyway Capital, компания, которая предоставляет сегодня возможность любому человеку принять участие в проекте, который, по сути дела, касается двух направлений человеческой жизнедеятельности, это первое направление, это инновация, будем с вами говорить об инновационной транспортной технологии, которая внедряется на сегодняшний день в разные точки земного шара, будем говорить о теме инвестиций, непосредственной инвестиции в данную технологию, такая возможность сегодня предоставляется любому человеку проектом компании Skyway Capital, вот об этом мы сегодня с вами будем вести речь. Сразу хочу задать вопрос, хорошо ли меня видно, слышно, видны ли вам слайды нашего сегодняшнего вебинара, если да, просто поставьте плюсики, я на вас совсем не обижусь, если вы напишите города и страны, из которых вы присутствовали на нашем вебинаре, я видел, что у нас есть представители Кузбасса, Белоруссии, страны, которая приютила не так давно технологию Skyway под свое крыло и где идет успешное развитие и процесс двигается к реализации. Итак, друзья, мы сегодня будем говорить о транспорте немножко в первой части нашего сегодняшнего вебинара, о технологии разработанной натурой Дарча-Министкин. Вторая часть нашего вебинара будет посвящена кратко тематике инвестирования, то есть цель сегодняшнего вебинара – это кратко познакомить вас с той возможностью, которая сегодня предоставляется компанией Skyway Capital, то есть для тех людей, которые возможно впервые слушают данную информацию, приоткрыть завесу и понять, что в мире есть что-то, что может, скажем так, не побоюсь этого слова, круто изменить жизнь людей в целом, причем как вашу жизнь, если вы станете участником проекта, так и жизнь всех людей в округе, кто даже не будет участвовать в инвестировании в нашу технологию, но тем не менее технология, которая внедряется в нашу компанию, она изменит жизнь людей в лучшую сторону, так нагло заявляем мы сотрудники компании Skyway. Итак, друзья, мы говорим с вами о транспорте. Транспорт – это то, что в принципе каждый день касается практически любого жителя планеты, потому что огромное количество людей, начиная с малого возраста, перемещаются в различных видах транспорта, будь то в школы и детские сады, на работу, на отдых, на учебу и так далее. У нас сегодня существует четыре транспортные системы, которые известны человечеству более 100 лет. Они более-менее, скажем, год от года совершенствуются, но в целом, скажем так, картина в данных транспортных отраслях остается примерно так уж, как она была 50-100 лет назад. О чем я говорю? Это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и самый древний из них – это водный транспорт. То, что, скажем так, известно людям не одну тысячу лет, и при помощи каких-то утлых, суденышек, либо крупных боевых кораблей наши предки перемещались в разные уголки земного шара, открывали новые материки и так далее, и так далее, и так далее. Все перечисленные мной транспортные системы, они имеют большое количество преимуществ по отношению друг к другу, но и, скажем так, большое количество общих недостатков. Потому что, если мы, в первую очередь, обратим внимание на слайд, который сейчас перед вами, то, что все транспортные системы, они ухудшают состояние экологии. Почему? Потому что каждый день идет огромное количество выбросов отравляющих веществ в атмосферу, либо в водное пространство, если мы будем говорить о водном транспорте. Все они, скажем так, перерабатывают какие-либо виды топлива. Остатки неперерабатанного топлива и, скажем так, выхлопные газы, которые образуются при работе огромного количества двигателей, выбрасываются в атмосферу, что, в принципе, делает жизнь на планете все, скажем так, более невыносимой по сравнению с тем, что было 100-150 лет назад. Изменения экологии в худшую сторону как раз-таки стали виновником, наверное, огромного количества заболеваний, о которых человечество еще не знало 100-150-200 лет назад и слухов не слыхивало. Сегодня огромное количество болезней, причиной которой стала вот та техногенная ситуация, та техногенная катастрофа, которая грядет в будущее, если мы с вами ничего не поменяем. Второй важный момент. Да, транспорт, который мы с вами используем на сегодня, огромное количество из этих видов транспорта разгоняется до скорости более 100 км в час и так далее, но назвать транспорт абсолютно мобильным и то, что мы не теряем времени, наверное, было бы неправильно. Потому что если мы возьмем крупные города, да, каждый день количество автомобилей в этих городах увеличивается, соответственно, увеличивается количество заторов и пробок, которые в этих городах присутствуют. Еще не дай бог, если в городе есть какая-нибудь водная преграда, либо там, как мы это говорим, одна или несколько рек, там, где есть мосты, как правило, где есть мосты, дороги становятся луже, соответственно, это все приводит к пробкам. Ну, по крайней мере, утро, когда огромное количество людей из пригородов едут в крупные города на работу, да, и вечер, когда тоже количество людей направляется в обратном направлении. Зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда человек, севший в автомобиль, там, в 6 утра в Подмосковье, например, да, до 10 добрался до своего места работы, поработал, в 7 часов выехал и к 11 приехал домой. То есть вот такой трафик, вот такое движение, это каждый день. Мало того, в нашу с вами жизнь прочно входит интернет, да, то есть мы, благодаря интернету, сегодня осуществляем мгновенные платежи, мы можем, не выходя из дома, заказать себе какое-то количество продуктов, одежду из разных уголков земного шара, да, мы можем узнать новости в считанные доли секунды, потому что, скажем так, то, что проходит на другом конце земного шара, через короткий промежуток времени появляется в интернете. Когда-то скорость распространения информации и скорость перемещения транспорта были одинаковы, потому что корреспонденция перемещалась при помощи того же, там, гужевого транспорта, дирижансов, там, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас все происходит в мгновении лука, а вот транспортная отрасль очень сильно осталась в плане мобильности от скорости распространения информации. И тот же интернет нас порой не спасает от того, что заказав билеты, например, на тот же самолет по интернету, мы даже выбрали себе уже место и так далее, все равно нам нужно приехать, например, в аэропорт, отставить очередь для того, чтобы получить посадочный талон. Кто с этим сталкивался, кстати, поставьте просто плюсик в машине, в чате, потому что вроде бы все, ты уже заплатил билет, ты уже комфортно должен себя чувствовать, и так далее, приезжаешь, и порой там полчаса, 40 минут, час, а то и более, стоишь в очереди, потому что там несколько рейсов, да, для того, чтобы тебе дали бумажку с номером сидения, на котором ты будешь сидеть, да, и ты заходишь, мало того, для того, чтобы опять же вылететь самолетом, самым быстрым людям транспортом, все, будешь сидеть. Необходимо приехать на территорию аэропорта не позднее, чем за час, потому что прекращается регистрация, потом нужно пройти процедуру паспортного контроля, там одеться, раздеться, если это надо, где-то требуют, где-то нет, ну и потом, скажем, процедуру посадки в самолет, полет, высадка, ожидание вещей и так далее, и так далее. И порой путешествия там на 700-800 километров у нас занимает часов шесть. Сегодня мы с вами будем говорить о транспорте, который, скажем так, данную проблему решает, ну и лучшим образом. Итак, друзья, еще очень важный момент, который на сегодняшний день есть во всех транспортных системах, это безопасность, безопасность, которая оставляет желать лучшего. Вот, если вы со мной согласны, тоже поставьте плюсики, потому что все транспортные системы, которые перечислил, их можно назвать потенциально опасными для любого пассажира, который сегодня перемещается в этих регистрациях. Каждый день мы слышим какие-то сообщения об авариях, катастрофах, которые случились в разных уголках, ну, например, в России. То же самое происходит во всех странах мира, и ежегодно порядка миллиона человек погибает в автомобильных авариях и катастрофах. Как говорит наш генеральный конструктор Анатолий Дарчинский, то, что орудия, созданные для убийства, например, автомат Калашникова, за год убивает гораздо меньшее количество людей, чем транспорт, под названием автомобиль, который был создан для комфорта перемещения из точки А в точку Б. И, конечно же, немаловажный фактор, один из недостатков современных транспортных систем, потому что недостатков, если о них говорить, то можно скоро о недостатках транспорта посвятить целый вебинар, это может занять час-полтора и так далее. Мы в основном рассматриваем ключевые моменты. Стоимость оказания транспортных услуг как в пассажирском сегменте транспортном, так и в грузовом при перевозке грузов ежегодно только растет. Вот я за сознательную свою жизнь не помню, чтобы в моей жизни происходило что-то, и я вдруг обнаружил, что, скажем, наступил Новый год, и стоимость проезда на автобусе, на маршрутке, которые появились в 90-е годы, до этого их не было, в Советском Союзе, по крайней мере, электрички, метро, чтобы она становилась дешевле. Все только становится дороже, и виной тому не только топливо, которое нарисовано здесь на слайде. Потому что транспортные компании каждый год хотят зарабатывать большее количество денег, и нам всем с вами приходится за это платить. Касаемо экологии. Если мы с вами ничего не поменяем в той ситуации, которая у нас с вами сегодня сложилась, мы можем также относительно комфортно в этом ситуации существовать, но может пройти где-то 10-15 лет, и нам уже будет невыносимо, скажем так, перемещаться по поверхности планеты, не надев вот такое устройство под названием противогаз. Что мы с вами, что у нас происходит, да? Мы теряем время, мы теряем деньги, мы теряем здоровье, в конце концов, да? И готовы ли мы что-то изменить, либо будем, скажем так, как ледушка, сидящая в баке, который постепенно подогревается снизу, да? Постепенно сваримся в этой ситуации, и, скажем так, наша планета погибнет. Мы думаем, что сотрудники компании Skyway, что настало время перемен. Одно, что я не сказала в начале вебинара, было бы неплохо, да? Потому что наш вебинар сегодня ретранслируется еще в социальной сети, и не только он в комнате Мерополис проходит. Если бы вы свои вопросы задали, наверное, к концу вебинара, я постараюсь кратко, немного занимать ваше время и дать просто направление основное, да? Что я себе представляю технологию, чего мы достигли на сегодняшний день, и какие возможности есть с точки зрения инвестирования в проект компании Skyway. А потом в конце вы просто зададите свои вопросы. Опять же, в рамках одного вебинара рассказать обо всех событиях, которые произошли в нашем проекте за четыре с небольшим года, начиная с 14, с января 2014 года, просто невозможно. Реально очень много. Это не то, что было в 15-16 году, да, когда мы ждали там новость раз в месяц или есть какую-то публикацию положительную, что вот нас где-то заметили и так далее. Сейчас все происходит очень динамично, а технологии знают, об этом мы сейчас с вами как раз и поговорим. О, скажем так, том, что транспортные системы являются несовершенными. Достаточно давно задумался наш генеральный конструктор Монтолий Дарыч Яницкий. По сути дела он всю свою жизнь творческую, научную, жизнь инженера, конструктора посвятил разработке технологии неракетного освоения космоса и частью этой технологии большой идеи, да, является струнный транспорт Монтолий Дарыч Яницкого, либо технология SkyWay, как мы сейчас ее называем. Так называется наш проект SkyWay небесной дороги. Анатолий Дарыч Яницкий родился на территории бывшего Советского Союза в Республике Беларусь. Он является автором и генеральным конструктором нашей технологии. За время разработки внедрения технологии под названием SkyWay, которая имела разное название струнный транспорт Юницкого, просто струнный технологий. Он руководил дважды проектами организации обменных наций, то есть было выделено два гранта на развитие технологий. У него более 150 изобретений, более 200 различных научных работ, 20 монографий. Огромный объем информации касаемо непосредственно технологии, непосредственно генерального конструктора технологии SkyWay Анатолия Дарыч Яницкого в печатном формате, в видео формате. Вы можете найти на его сайте, как он его называет, сайт инженера Юницкого, www.unitsky.com. Там есть большой пласт информации касаемо, скажем так, какие этапы развития прошла технология, какие жизненные, скажем так, этапы преодолевала Анатолий Дарыч Яницкий. Три высших образования, которые он имеет, а это инженер транспорта, первое образование, патентное правоизобретательство и проектирование строительства крупных инфраструктурных комплексов. И все эти три высших образования он сегодня реализовывает на практике технологии SkyWay. Прошу прощения, немножко пересыхает горли. Сама идея, как я вам сказал, неракетного освоения космоса зародилась давно, а с 1977 года фактически идет реализация технологий под названием SkyWay либо струнных технологий. Поначалу это было государство Советский Союз, где слово инвестиции либо слово бизнес вообще не звучало, да, и развиваться можно было только в рамках, скажем так, тех денег, которые выйдет в государство. В дальнейшем Анатолий Дарович проводил большое количество переговоров с людьми мира бизнеса, с финансовыми магнатами, как мы их называем, да, причем не только, скажем так, рассеяние целого ряда государств, продолжал вести работу с административным ресурсом разного уровня. И в развитии технологий были определенные, скажем так, вехи. Удачные времена, неудачные времена, да, то есть был полигон в подмосковном городе Озеры, который существовал с 2001 по 2009 год, на котором была испытана, продемонстрирована технология SkyWay второго поколения, да, тогда это был струнный транспорт Ленинского. ЗИЛ-131 сбирался по стальным рельсам-струнам. Мы с вами посмотрим ролик, который продемонстрирует, что для себя на сегодняшний день представляет технология SkyWay. Буквально там через несколько минут вы эту информацию увидите. Вот. Полигон дал свои, скажем так, положительные моменты, то есть большое количество людей в разных уголках земного шара узнало о струнных технологиях. Телевизионные каналы Российской Федерации, центральные телевизионные каналы в своем новостном формате. Были специализированы передачи на целом ряде региональных телевизионных каналов, да, то есть средства массовой информации, такие как печатная пресса, радиостанции. Анатолий Дарчуницкий в это время принимал участие в большом количестве различных форумов, посвященных транспортной тематике и имеет большое количество дипломов, грамот, золотых медалей, две золотые медали Всероссийского выставочного центра, как лучшая технология. Далее три золотые премии на сегодняшний золотая колесница и так далее. Но важный момент в том, что был поиск инвестиций с целью финансирования строительства испытательного участка, на котором можно было продемонстрировать все возможности технологии и в итоге прийти к той ситуации, которую вы сейчас видите на экране. То есть цель это создание транспортной технологии, благодаря которой будут строиться вот такие города. Так называемые линейные города кластерного типа, в которых будут, скажем так, так называемые маточные здания, они же будут являться офисными центрами, торговыми центрами, станциями, пересадочными и так далее. Между ними, скажем, будут курсировать транспорт, экологичный, комфортный, высокоскоростной, о какой мы сейчас об этом с вами еще поговорим. Люди смогут жить на лоне природы и, скажем так, в структуру данных городов легко интегрироваться транспорт, который может доставить людей быстро, комфортно, за гораздо более низкую цену, стоимость проезда и перевозки грузов. Благодаря тому, что строительство данных дорог в разы и на порядке дешевле, чем то, что сегодня строится в разводе зимнего шара. Будь то автомобильные дороги, высокоскоростные железные дороги, подземное метро и так далее, и так далее. То есть вот такие линейные города, это то, к чему движется, скажем, на сегодняшний день развитие проекта грузов по компании SkyWay, то, к чему мы двигаемся, ну скажем так, семимильными шагами. Буквально два направления концепции развития технологии, хотя, как я вам сказал, при старте нашего проекта в 2014 году, в январе, да, то есть затрагивалось три направления развития транспортной отрасли. Это городской транспорт, это высокоскоростной междугородний и международный транспорт, да, и это грузовой транспорт SkyWay. И компания развивается во всех этих направлениях, появились, скажем так, в каждом направлении ответвления на легкий транспорт, скажем так, более тяжелый. Но представьте себе, да, мы живем в городе, в котором построен вот такой транспорт. Транспорт SkyWay – это транспорт второго уровня, потому что, скажем так, перемещаться транспортные средства будут по эстакадам, которые будут подняты над землей. Данные путевые структуры не будут иметь никаких перекрестков, не будет там никаких светофоров, да. То есть комфортно можно будет перемещаться в черте города со скоростью от 50 до 150 км в час. Провозная способность данных линий, в зависимости от транспортных средств, которые будут там использоваться, от 20 до 50 тысяч пассажиров в час на одном транспортном плече, что в принципе соответствует провозной способности одной ветки метро где-то примерно в часы века. Строительство данной дороги, если говорить о городском цикле, да, она в 20-30 раз дешевле, чем строительство метро, которое сегодня активно развивается, например, в Московском регионе, да, и у нас сейчас метро выходит на территорию Новой Москвы, то есть очень длинные люди и так далее, и так далее. Огромные денежные средства вливаются в строительство метрополитена. Что еще хотелось бы отметить, данная путевая структура легко устраивается в инфраструктуру уже построенных городов, уже созданных мегаполисов, потому что землетвор, который необходим для данной путевой структуры, в сотни раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. Мало того, те транспортные пути, которые сегодня уже проложены, да, то есть над ними можно устроить путевую структуру SkyWay. Высокоскоростной междугородний международный SkyWay. То есть скорость предполагалась, когда запускался проект до 500 километров в час, сейчас речь уже идет о 600 и даже 1000, да, потому что мы сейчас развиваем активный проект в Арабских Эмиратах. Данные дороги будут подняты над землей на высоту там 6-10 метров. Анкерные опоры, которые несут на себя основную нагрузку, да, то есть создают прочную путевую структуру, могут располагаться друг по другу на расстоянии километра-два, сейчас речь уже идет до 5-7 километров друг от друга. И стоимость строительства данной трассы, ну, конечно, в идеальном варианте, когда, скажем так, нормальный религия местности, нет серьезных водных преград, нормальных грунтов, да, может составлять порядка там 3-5 миллионов долларов за километр. Если вы внимательно ознакомитесь с тематикой развития транспорта в разных регионах, ну, просто найдите статьи, в которой говорится, рассказывается, сколько стоит, скажем так, построить один километр обычный, скажем так, двухполосный, по одной полосе, в каждую сторону асфальтовой дороги. Там начинают 10, и дальше идет 20, 30, 50 миллионов долларов. А высокоскоростные железные дороги, один километр, высокоскоростные железные дороги, кстати, направление, которое активно развивается в целом ряде стран мира, не менее 100 миллионов долларов за километр. Вот вам существенная разница. Значительно дешевле строительства и значительно дешевле дальнейшей эксплуатации данных дорог, то, что предлагается строить дороги по технологии SkyWay. Это два направления, и если в целом посмотреть, что из себя представляет технология SkyWay, технология Transnet, как мы называли, показывали ролик, который был записан где-то почти 10 лет назад, да, еще до старта нашего проекта. SkyWay себе представляет инновационную путевую структуру, которая поднята на землю, то есть струнный рельс, идеально ровная путевая структура, все транспортные средства, это инновационный подвижный состав, перемещается на стальных колесах, что, скажем так, делает минимальное, создает минимальное сопротивление качения колесом. Транспорт SkyWay является, у него достаточно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, то есть имеет высокую аэродинамичную форму, да, то есть перемещается на высоких скоростях. И, конечно же, частью данной технологии является инфраструктура SkyWay, это речь идет о пересадочных пунктах, вокзалах, станциях грузовых, погрузочно-разгрузочных терминалов, да, это все то, что сегодня как раз развивается. В момент старта нашего проекта в январе 2014 года был создан 15-этапный план, который, как говорит Анатолий Дарвич, это вектор, да, то есть развитие нашего проекта. Всего 15 этапов, да, 15 этапов, во время, скажем так, действия которых был начат старт привлечения инвестиций от физических лиц, то есть было открыто народное инвестирование, люди становились совладельцами данной технологии посредством выкупа какое-то количество долей. Предварительно была оценена интеллектуальная собственность Анатолия Дарвича Яницкого, оценка интеллектуальной собственности проводилась в Европе и сумма, скажем так, оценки интеллектуальной собственности составила более 400 миллиардов долларов США. На основании этого была зарегистрирована компания, был взят за номинал одной доли 1 доллар США и было принято решение с большим дисконтом предложить реализацию данных долей людям, проживающим в разных УГК земного шара, которые становятся тем самым собственниками технологий на очень выгодных условиях и в случае реализации технологий в дальнейшем на то количество долей, которые они приобрели, они смогут получать распределение прибыли компании. В нашем инновационном меморандуме сказано следующим образом, что не менее 20% от прибыли компании по тем адресным проектам, которые на дальнейшем будут реализованы, будет распределяться в виде выплат тем людям на то количество долей, которые у них будет. То есть делится сумма на общее количество долей и чем больше у вас долей, соответственно, тем большее количество денег вы получаете. Это можно назвать дивидендой. Итак, этапов всего было задумано 15. Каждая из этапов предполагает проведение определенного количества работ, которые необходимы для того, чтобы продемонстрировать, то есть представляет транспорт SkyWay сертифицировать транспортные средства, путевую структуру и уже выйти на конечных этапах развития технологии на строительство дорог в разных уголках земного шара, что в принципе сегодня уже и происходит. Мы сегодня находимся на 13 этапе развития группы компании SkyWay, всего этапа было 15. Конечно, самые выгодные условия были на начальном этапе инвестирования. Как я вам сказал, цель привлечения денежных средств для строительства тестового участка, тестового полигона, как мы называли, на котором было много нужно, на котором было необходимо продемонстрировать возможности технологии, что она из себя представляет, сертифицировать, как я сказал, и выйти на международный транспортный рынок. Мне написали, что звук был не очень хороший. Коллеги, очень прошу вас сейчас, просто поставьте, ну там от 1 до 10, нормально ли сейчас меня стало слышно и так далее. Я вам буду за это благодарен. Итак, друзья, первые инвестиции в наш проект пришли в 2014 году, в январе месяце, да, а в конце лета 2015 года началось строительство тестового полигона, тестового участка, сегодня это экотехнопарк SkyWay, который у нас расположен в Республике Беларусь, в 60 где-то километров от города Минска, это Пуховичский район возле города Марина Горка, бывший танковый полигон, на котором в августе уже началось активное строительство нашего экотехнопарка, как это сегодня называется. За время развития нашего проекта специалистами нашей компании было получено порядка 80 уже на сегодняшний день различных патентов и сертификатов с целью защиты интеллектуальной собственности группы компаний SkyWay, прежде чем выходить на рынки целого ряда стран для строительства дорог, необходимо защитить свою интеллектуальную собственность. Сегодня подобные сертификаты получены у нас в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Евросоюз, один из сертификатов Евросоюза, Япония, Китай, Республика Беларусь, Украина, Россия, то есть целый ряд стран подтвердил и выдал сертификаты и патенты на подвижной состав, на путевую структуру, на саму, скажем так, идею струнного транспорта и так далее. За время с сентября 2016 года было проведено порядка 20 крупных транспортных выставок и форумов, в которых приняли участие специалисты компании струнной технологии. Это часть группы компании SkyWay, расположенной в Республике Беларусь, в городе Минске, в Минской области. Это крупные транспортные форумы, которые проходят в различных уголках земного шара. На этих форумах, как правило, представители и зубры мирового транспортного рынка представляют свои ноу-хау, представляют, скажем так, свои разработки, что они за год или за два, потому что есть форумы различные, какие-то раз в два года проводятся, какие-то ежегодно. И в этих форумах большой успех имела технологии SkyWay. Первым таким форумом стал «Инотранс» 2016 года в Берлине. Это крупный международный форум, в первую очередь рельсового транспорта, там где-то 95% занимает все, что касается рельсов. Это трамваи, это метро, это электрички, поезда и так далее. Приглашены мы были на этот форум после мероприятия, которое состоялось в Москве 11 февраля 2016 года. Минтранс Российской Федерации признал технологию, разработанную Юницким, инновационной. Буквально через неделю пришло приглашение с Берлина на руководителя нашего проекта, Анатолия Дорогича Юницкого, принять участие в «Инотрансе». Буквально за полгода специалисты нашей компании создали два промышленных образца транспорта, это двухместный юнибайка, 14-местный дебус, которые были продемонстрированы на выставке «Инотранс» 2016 года. И потом началась, как я вам сказал, целая череда выставок. Это Белорусская транспортная неделя 2016-2017 года, Транспорт России 2016-2017 год, 23-й Международный конгресс интеллектуальных транспортных систем в Австралии, который проходил в Мильбурне в 2016 году. Это Ревый тех Индонезии 2017-2018 год, Smart City India 2017 год. Это Future City Show, которое прошло в апреле 2018 года и послужило последней каплей в активной реализации проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря данным мероприятиям огромное количество специалистов мира транспорта, представителей различного уровня администрации из разных регионов мира знакомились с тем, что есть такая транспортная технология, которая может решить транспортные проблемы практически любого региона. Экологически чистая, комфортная, высокоскоростная и значительно более дешевая в строительстве эксплуатации, чем все то, что сегодня применяется на территории всего земного шара. Специалисты, которые работают у нас на выставках, действительно квалифицированно объясняют выгоды и преимущества нашей технологии, но помимо тех, кто у нас трудится как бы так на острые иглы, то есть те, кто представляет нашу технологию на крупных международных форумах, у нас огромное количество специалистов на сегодняшний день, которые работают в тылу. Это представители нашего производства, которое у нас находится на территории Республики Беларусь, компания «Струнные технологии». Есть целый ряд успехов конструкторов и инженеров нашего предприятия. Хотелось бы добавить следующее, что в мае месяце 2014 года единственным сотрудником нашей РКБ был Анатолий Дорожевич Минский, это генеральный конструктор нашей технологии. Сегодня более 800 человек трудятся в Республике Беларусь над реализацией нашего проекта. За это время разработана собственная линейка двигателей мотор-колесо, которые устанавливаются на различные модели транспортных средств. Используются новейшие материалы, новейшие оборудования, то есть станки, например, компании фирмы «Хаас», которые дорогостоящие, скажем так, станки с программным управлением. И все оборудование, которое сегодня устанавливается на производственных площадках «Скайвэй», оно, скажем так, имеет самую свежую разработку. Программа обеспечения 3D-экспиринс компании «Досос Системс» — это индустрия 4.0, кстати, это было отмечено по итогам 2018 года таким средством массовой информации, как «Комсомольская правда». То есть у нас была статья, в которой говорили, что «Скайвэй» «Комсомольской правды» был трижды упомянут в успехе, скажем так, развития человечества за год. Как я вам сказал, новейшие материалы, которые применяются в развитии нашей технологии, все новое, что, скажем так, приходит в мир транспорта, различные материалы и так далее, все это сегодня сразу находит свое применение на производстве «Скайвэй». Помимо того, что у нас есть выставки, на которых мы представляем нашу технологию, уже начиная как раз-таки с того же иностранства 2016 года, так как огромное количество людей увидело, что в Беларуси происходит то, чего, скажем так, не было нигде до этого момента, огромное количество делегаций с разных уголков земного шара — это и Южная Америка, это и Юго-Восточная Азия, страны Персидского залива, это Австралия, Европа, это страны СНГ — посетили территорию экотехнопарка, посетили, скажем так, наши производственные площадки, да, пообщались кто-то лично с Анатолием Игоревичем Юницким, кто-то, скажем так, со специалистами нашей компании, с конструкторами, лично своими глазами увидели, что из себя представляют технологии. Мало того, уже большое количество людей перемещалось внутри транспорта «Скайвэй» на территорию экотехнопарка. Плюс ко всему представители нашей компании принимают огромное, большое, принимают участие в огромном количестве различных форумов, посвященных транспортной тематике кулака земного шара. То есть на различных форумах презентуют наши технологии, проводят переговоры, как говорится, вовне, да. И вот результатом, кстати, мероприятия, которое проходило в Индии в 2017 году, стала встреча Анатолия Дарьковича Юницкого с одним из духовных лидеров планеты, Далай-Лама, вы это видите сейчас на снимке, который благословил Анатолию Дарьковичу на реализацию технологий. Средства массовой информации. Я часто говорю на вебинарах последних, что где-то 2014, там, 2015, 2016 год, мы зависали часто на слайде по средствам массовой информации, их тогда были единицы, которые о нас упоминали, да. Сейчас вы можете просто набрать в интернете Skyway и найти большое количество средств массовой информации на разных языках, которые пишут о нас. Я не могу сказать, что все сейчас пишут что-то хорошее, нет, всегда находятся оппоненты, которые пытаются доказать, что это невозможно. Но количество положительных отзывов сегодня значительно больше, чем это было в 2016 году. И вы видите, да, какие, скажем так, средства массовой информации говорили о технологии Skyway. И маленькая толика этих СМИ сейчас отражена на нашем экране. Это интернет-порталы, это обычная печатная пресса, к которой мы привыкли с давних времен, да. Это телевизионные каналы, различные радиостанции, то есть все то, что сегодня доступно практически любому человеку, у которого есть самые простейшие устройства, ну, например, смартфон. Итак, друзья, и все это, то, о чем я сейчас рассказал, то, чего мы добили за короткий промежуток времени, стало, возможно, благодаря тем людям, которые в 2014 году поверили Анатолию Дорочеву Ницкому, да, и приняли участие в народном финансировании, привлекли, благодаря проекту группы компаний Skyway было привлечено необходимое количество инвестиций для того, чтобы мы достигли тех результатов, которые у нас сегодня есть. Как я вам сказал, всего 15 этапов, в течение которых нужно продемонстрировать, что из себя представляет технология, транспортные средства, сертифицировать их, да, и начать строительство в разных уголках земного шара. Все это произошло благодаря энергии людей, которые двигаются, кто-то двигается вместе с нами, начиная с 2014 года, кто-то приходит сейчас. Конечно же, те люди, которые пришли на ранних этапах, они, многие из них лично убедились в том, что их деньги, вложенные в наш проект, не расходуются зря. У нас проходили уже три экофестиваля на территории Республики Беларусь, да, и большое количество людей, нескольких тысяч человек лично могли приехать и увидеть, чего мы сегодня добились. Если на начальном этапе, скажем так, на первом экофестивале было там порядка 800 человек и стояли только промежуточные опоры, да, и строилась антимная опора первая, я помню, было достаточно прохладно, это был апрель месяц 2016 года, то на следующем экофестивале люди уже своими глазами увидели в действии движения транспортные средства Skyway, это был грузовой юнитрак, это был 14-местный унибайк, вот, а в 2018 году уже первые несколько тысяч наших инвесторов смогли прокатиться внутри транспортных средств Skyway, когда были получены сертификаты, когда они были сертифицированы. Помимо того, что многие люди видели перспективу возможности стать совладельцами пакетов долей в будущем, получить очень серьезный источник дохода и возможно заработать деньги еще по пути развития нашего проекта, люди, конечно, чувствуют еще и моральную, духовную сопричастность к большому проекту, который меняет жизнь людей. Руководством компании в 2017 году было принято решение всех тех инвесторов, кто стал совладельцами пакетов долей до апреля 2017 года, увековечить на потолке музея Skyway, который находится у нас в городе Марин и Горка, внутри первоанкерной опоры, это же музей Skyway, как мы это называем звездное небо Skyway. Итак, друзья, все, что на сегодняшний день достигла группа компаний Skyway, все те работы, которые проводятся, какие-то работы, это продолжающие строительные работы на территории Экотехнопарка. У нас сегодня построены 5 трасс, начиная от Левка и заканчивая грузовой трассой Skyway. Те, скажем так, деньги, которые необходимы на разработку транспортных средств Skyway, те деньги, которые необходимы на участие в крупных международных транспортных форумах, где мы можем продвигать наши технологии, все это, скажем так, на сегодняшний день осуществлено благодаря той схеме привлечения инвестиций, которая началась использоваться в 2014 году. так называемая народная инвестиция. Сегодня это называется такими модными словами, как краудлендинг, краудфандинг, краудинвестинг, да, то есть есть куча определений данных, данной формы привлечения инвестиций, в интернете сейчас вы легко можете это найти, но что хотелось бы сказать, да, то, что мы начали делать в 2014 году, фактически Skyway был одним из первых проектов, который стал использовать данную систему привлечения инвестиций, причем инвестиций не создание чего-то небольшого, я не хочу сейчас никого унизить, да, там создание каких-то электронных устройств, либо там привлечения инвестиций для того, чтобы записать очередной концерт, музыканты, кстати, очень здорово использовали краудфандинг для того, чтобы привлечь какое-то количество денежных средств, выпустить новый диск, да, это сложная транспортная технология, вот, которая сегодня находит свою уже реализацию, мы сегодня занимаемся строительством, у нас есть что показать на территории экотехнопарка, у нас сегодня создано 8 образцов транспортных средств, которые вы сейчас видели, и вообще я бы сейчас хотел включить вам ролик, который вам расскажет, чего достигла, что из себя представляет наша технология, да, сразу хочу сказать, есть за что гордиться, потому что первые вебинары, которые проходили в 2014-2015 году, это была компьютерная графика в основном, да, то есть у нас не было еще транспортных средств, у нас не было путевой структуры, которую можно было продемонстрировать, сейчас фактически все, что показывается в нашем ролике, презентация технологий, это все конкретные транспортные средства, мало того, большинство из них прошедших сертификацию. Итак, друзья, что же на сегодняшний день из себя представляет технология SkyWay за те, скажем так, 4 года, которые мы развиваем проект, отражено в ролике под названием технология SkyWay. Итак, друзья, я ненадолго вас оставлю, потом мы с вами буквально закончим тематику самой технологии, да, немножко поговорим там пару минут об инвестициях и инновациях, как давно они используются человечество, к чему приводят, и потом мы поговорим непосредственно об инвестициях в проект компании SkyWay Capital. Я вас ненадолго оставляю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Представляет технологии Ее основные характеристики и преимущества По сравнению с теми транспортными системами О которых мы буквально пару минут говорили в начале И действительно мы раньше особо никому ничего не доказывали Не брызгали слюной, не рвали на себе волосы И сейчас мы говорим просто Если вы не верите в то, что это реализовано А сейчас огромное количество появилось информационного мусора Где диванные эксперты сидят и рассуждают Что ничего это не запущено Все это компьютерная графика Все это неправда и так далее Мы просто говорим, приедете в Экотехнопарк Который находится в Республике Беларусь И посмотрите все собственными глазами Итак, друзья Буквально пару минут, как я вам обещал На тематике касаемой инновации и инвестиций То есть мы с вами все хорошо сегодня знаем Что есть такая технология под названием интернет Мы сегодня в большинстве своем Умеем дома либо ноутбук, либо там нетбук Либо персональный компьютер, либо планшет Все это, например, в конце 70-х годов прошлого столетия Не существовало Только начинало развиваться Тогда развивались крупные и большие ВМ Компания IBM была известна Потому что она являлась лидером в этом направлении Но нашлись молодые люди, которые предложили концепцию Развития персональных компьютеров И всего того, что за это время, скажем так За те 40 лет, которые с конца 70-х годов прошли По сегодняшний день Развилось вместе с этой технологией Те люди, которые на том моменте, в тот момент точнее увидели перспективу Их было очень немного Которые вложили свои денежные средства в развитие данной технологии Сегодня называются мультимиллионерами, миллионерами Их все им себя чувствуют уверенно И они, скажем так, занимаются каждый день тем, что им нравится заниматься А не то, что им приходится делать ради того, чтобы выжить Те люди, которые увидели перспективу развития железных дорог Потому что поначалу железные дороги развивались только для перевозки грузов различных Те, кто стал строить вокзалы Развивать, скажем так, путевую структуру железнодорожную Создавать локомотивы, вагоны для перевозки людей Они тоже выиграли Их потомки сегодня тоже себя отлично чувствуют То есть те, кто вложил деньги в развитие железных дорог На сегодняшний день для своих семей На долгие годы обеспечили успешное финансовое будущее Господин Карл Бенц То есть человек, который разработал двигатель внутреннего сгорания В конце 19-го начале 20-го века На момент разработки своего двигателя Был практически банкрот Хорошо, что нашлись люди, которые поинвестировали в развитие технологии Сегодня по всему миру бегает огромное количество автомобилей Под названием Мерседес Бенц Потому что когда-то, опять же, инновации, инвестиции В симбиозе, в тесном слились И реализовали ту технологию, которая была предложена Братья Райт, которые подняли в воздух свой параплан Но не смогли развить данную технологию За них это сделал Боинг То есть компания Боинг сегодня владеет определенной частью пирога Авиационного рынка И дети Боинга сегодня тоже чувствуют себя очень хорошо То есть инвестиции, пришедшие в реализацию инноваций Сделали то дело И человечество сегодня уже, скажем так, перестало задавать вопросы А что случилось? Просто пользуются плодами тех людей Которые разработали идею И смогли привлечь инвестиции для ее реализации Компания, которая называется «Струнные технологии» И являющаяся группой компании Skyway Сегодня признана на территории Республики Беларусь У нас именно там идет развитие В 2017 году наша компания стала членом Союза строителей Республики Беларусь И членом торгово-промышленной палаты Получены практически все разрешительные документы Касаемо развития технологий Беларуси От разработки проектной документации До конечного строительства То есть в Беларуси мы можем строить без подрядчиков Наше предприятие развивается И сегодня у нас построен, как я вам сказал, экотехнопарк На территории которого проходят испытания Дорабатываются транспортные средства Элементы путевой структуры Кстати, сейчас, как было заявлено на прошлой неделе Анатолий Дарусевич Ленинским Обкатку на территории экотехнопарка в Беларуси Будет проходить тропический вариант Юникара То есть он из шестиместного стал четырехместным Специальная разработка для тропической Тропический вариант нашего транспортного средства В Республике Беларусь У нас на сегодняшний день трудится более 800 человек Порядка 600-700 из них Это инженеры и конструкторы У нас есть специалисты других направлений Потому что мы занимаемся сегодня Инвестиционной деятельностью, экономической деятельностью И так далее Заключением переговоров, работой с адресными проектами Которые, скажем так, растут как грибы И уже у специалистов отдела адресных проектов Времени фактически не хватает Обработать все заявки Выбираются наиболее из них перспективные Под которыми может находиться в дальнейшем Финансирование развития проектов И так далее На сегодня порядка 400 с лишним тысяч инвесторов Более чем из 200 стран мира Которые пришли в нашу технологию Благодаря этим людям на сегодняшний день Все дошло до того уровня развития Который мы с вами достигли Что хотелось еще вам добавить, друзья Я вам намекнул на то, что технология Под названием интернет Вошла в мир коммуникации И начала входить в конце 70-х годов Те люди, которые инвестировали денежные средства Тогда, сегодня Чувствуют себя финансово очень обеспеченными Такая возможность есть у каждого из вас Изменить финансовую сторону жизни Собственно себя самого Вашего семейства Ваших родных, близких Обеспечить своих потомков Серьезным доходом На долгие-долгие годы вперед И позволить своим детям, внукам, дальнейшим Действительно выбирать тот вид деятельности Который приносит им удовольствие С улыбкой просыпаться И с улыбкой засыпать Это то, что сегодня доступно каждому из вас И буквально я сейчас хотел поделиться экраном Сейчас попробуем Давно я этого не делал Если программа сейчас позволит мне Открыть экран Я бы вам хотел показать Сейчас, минутку Последние новости, которые, я думаю, большинство из вас На прошлой неделе Видели в нашем Разделе новостей Как на нашем сайте, так и в разделе В личном кабинете Итак, коллеги, я нажал начать трансляцию И вот хочу вам включить Просто показать Очень важный момент, на который мы сейчас все акцентируем внимание Мы вам рассказали сейчас на вебинаре о том, что у нас Было построено в Республике Беларусь А вот новости о развитии проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов Начиная с того, что Буквально там 10-12 дней назад Новость о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах Принято 19% скажем так Своего бюджета потратить на развитие транспорта Частью которого сегодня является Так называемая система SkyPots На мероприятии, которое называлось Всемирный правительственный саммит Объединенных Арабских Эмиратов Были представлены двухместный Unibike И Unicar Который демонстрировался На этом мероприятии Огромное количество разных лугаков земного шара И в первую очередь очень важно, что руководство Объединенных Арабских Эмиратов Приняло решение Активно развивать транспортную систему SkyWay На территории Объединенных Арабских Эмиратов Конечно же последняя Это пятничная новость Которой Анатолий Дарвич Юницкий Делился информацией о строительстве В Эмирате Шаржа То, что будет построено К чему мы с вами двигаемся на данный момент Итак, друзья Мы сегодня строимся и в Беларуси Мы сегодня строимся непосредственно В Объединенных Арабских Эмиратов И данная технология, как я вам сказал Может позволить любому из вас Изменить свою жизнь в лучшую сторону То есть стать одним из совладельцев данной технологии Пока данная возможность еще предоставляется Платформа, которая была выбрана В 2014 году Это народное финансирование Было целый ряд причин Почему это было сделано Но давайте с вами буквально отвлечемся Секунд на 30 на минуту Сегодня существует несколько возможностей Свои денежные средства, которыми вы владеете Инвестировать в разных направлениях Первое, например, это недвижимость Буквально сегодня читал РБК И там сказано, что если вы покупаете квартиру Там вкладываете деньги Она вам приносит доход Но лет через 10 в среднем Эта квартира принесет вам Вы выйдете на уровень безубыточности И начнете зарабатывать деньги Но чтобы купить квартиру Нужны десятки тысяч, порой сотни тысяч долларов Все зависит от тех городов Вы можете инвестировать на фондовом рынке Сегодня Сразу же найти Либо какую-то компанию Либо какого-то гуру Но, как показывает практика В Российской Федерации Сегодня порок, если не ошибаюсь Того же депозита, который вам необходимо Приобрести И чтобы потом, скажем так Биржевые структуры Либо вы сами работали С вашими инвестициями Это порядка 300-400 тысяч рублей Грубо говоря, там тоже Это десятки тысяч долларов Есть еще целый ряд возможностей Это купить золото Если у вас, опять же, много денег Либо, скажем так Поиграть на рынке криптовалют Который сейчас Ну, назвать бурно развивается Наверное, было бы неправда Но это новое, скажем так Направление денежного развития Направление инвестирования Которое, как бы, свалилось в нашу жизнь Лет 10 назад появился биткоин А вот последние 3-4 года Идет активное движение в этом направлении Но никто не гарантирует вам То, что, скажем так Выросшая сегодня какая-то криптовалюта В будущем будет только дорожать и дорожать Мы видели это на примере биткоина Который сейчас примерно остановился Двигается и так далее А есть возможность Стать совладельцем международной транспортной корпорации Перспектива охвата которой В дальнейшем Порядка 50% всего мирового транспортного рынка Оказание транспортных услуг То есть Денежная емкость рынка транспорта На сегодняшний день Составляет 4,8 триллионов долларов США Это если вы стали частью нашего проекта Стали совладельцем данной технологии То есть часть денежных средств Которые будут вариться Представляете 4,8 И эта цифра предполагаема будет расти То есть часть этого пирога Пусть 30-50% технология займет В ближайшее время Это ваши деньги Мы выбрали модель народного инвестирования То есть это предполагает вам Инвестировать небольшими суммами Каждый может сделать вклад в развитие нашего проекта Привлекаем инвестиции через проект компании Skyway Capital На сегодняшний день мы В течение 4 лет В феврале месяце 26 февраля состоялась первая презентация Проекта компании Skyway Capital По сути дела через неделю Это будет 4 года Порядка 400 тысяч инвесторов В разных уголках земного шара Более чем в 200 странах мира Инвестировали в наш проект Выгода любого человека на сегодняшний момент Составляет то, что Достаточно высокий действующий дисконт На сегодняшний день То есть он отличается В десятки раз От номинала А номинал, вы помните Я вначале говорил Это 1 доллар США Приравнен к каждой доле Конечно же На первых этапах развития Группы компании Skyway На первом, на втором, на третьем Дисконт был гораздо выше Чем сегодня Какой дисконт сегодня Мы еще с вами поговорим По сути дела Приобретая доли в нашем проекте Вы становитесь владельцем В ближайшем будущем Крупнейшей транспортной компании И при успешной реализации Нашего проекта Вы в дальнейшем будете получать дивиденды Соответственно Количество долей Тому, которое вы сможете приобрести При, скажем так Развитии нашего проекта Пока еще есть возможность Приобретать эти доли Потому что я говорил 15 этапов Мы сегодня находимся на 13 Для того, чтобы этот проект стартовал Действительно Нужна приличная сумма денег Порядка 350 миллионов долларов США На тот момент Скажем так Не нашлось ни одного инвестора Который вложил бы такие деньги Ни одного фонда Потому что показать было нечего Пришли просто физические люди И на основе движения Скажем так Денежные средства С простых физических лиц Мы сегодня пришли к тому Чего добились На наших производственных площадках Продемонстрировали Что я себе представляю технологии Как я вам сказал Мы сегодня строимся И в Беларуси И на территории Объемных Арабских Эмиратов Народное инвестирование В сочетании с партнерской программой Стало действительно эффективным Ну и в принципе Экономичным маркетинговым ходом Маркетинговым инструментом Который решает несколько задач То есть партнеры Помогают активно привлекать инвестиции В реализацию технологий Плюс ко всему Эти же партнеры Могут искать и заказчиков На реализацию технологий В разных уголках земного шара То есть находить тех Кто заинтересован В строительстве технологий На своих территориях Как я уже сказал Достаточно низкий порог инвестиций То есть фактически Это нам позволяет Сотрудничать с неограниченным Количеством лиц В разных уголках земного шара И количество инвестиций В наш проект Каждым днем только растет Что еще хотелось бы сказать Что Почему выбрана данная платформа Почему скажем так Используется данный инструмент Это популяризирует Skyway Потому что продвижение идеи Нашего транспорта Которого мы с вами говорили В первой части Нашего сегодняшнего вебинара Позволяет нам привлекать Дополнительный поток инвестиций И соответственно Рождает спрос на рынке Ну и что очень важно сказать Что у Skyway Capital Есть собственная Инвестиционная площадка Это позволяет нам Контролировать и бюджет И эффективно планировать Собственно развитие проекта Не раздавая каких-либо комиссий За ту же рекламную работу Рекламным агентам И так далее Благодаря тому Что у нас активно Работают наши Партнеры Которые Двигают вместе с нами Наш проект Итак, друзья Для того, чтобы Стать совладельцем Пакетов долей Группы компаний Skyway На платформе Skyway Capital Нужно сделать очень Простое действие Нужно просто Зарегистрироваться Пройти по ссылке Которую даст Ваш партнер Если вас Вы сегодня пришли По рекомендации Кого-то на наш вебинар Либо Зарегистрироваться Непосредственно На сайте Skyway Capital Нажать кнопочку Регистрация Ввести необходимое Количество данных Которые нужно ввести Подтвердить Свои акаменты В дальнейшем Будет процедура Верификации Вы получаете доступ К всей информации Которая у нас Размещена Внутри личного кабинета Эта информация Позволит нам Разобраться Как в технологии В инвестиционных Возможностях Которые вам Предоставляются Представит вам Большой список Платежных систем Благодаря которым Вы сможете В дальнейшем Переводить денежные средства И становиться С владельцами Пакетов долей Дисконт О котором я вам говорил На сегодняшний день На втором подэтапе Тринадцатого этапа Руководством компании Было принято решение В рамках тринадцатого этапа Сделать несколько подэтапов Когда будет плавно Меняться дисконт Такое у нас уже было Это по-моему На пятом этапе развития Если не ошибаюсь В шестнадцатом году Итак Сегодня дисконт Уже на втором подэтапе Составляет от одного К пятнадцати До одного К шестидесяти пяти Раз Увеличение ваших Денежных средств То есть Отличие Скажем так Стоимость Отдельной взятой доли От номинала То есть Если вы инвестируете Крупный пакет Стоимостью Сто пятьдесят тысяч долларов США То ваш уровень доходности Либо дисконт Будет составлять Шестьдесят пять раз У нас есть пакеты Как я вам говорил Наши Модели финансирования От пятнадцати долларов США Стоимостью Наполнение данного пакета С дисконтом Пятнадцать Составляет Двести двадцать пять долей Конечно же Многие люди Которые скажем так Варятся в мире инвестиции Они говорят Ну это не серьезно Пятнадцать долларов Это там Ну и большое количество тех Которые хотели бы Посмотреть и убедиться Что это не обман И так далее И так далее Было такое большое количество людей У нас этот пакет Пользуется спросом Когда люди смотрят Что их как бы так Действительно все двигается Все развивается Они потом покупают Все более крупные пакеты Мало того Они двигаются По нашей программе Лояльности Либо по партнерской программе Зарабатывают денежные средства Здесь уже в нашей системе И докупают себе Количество долей Разные пакеты По мере Скажем так Тех возможностей Которые у них есть На сегодняшний день Каждый последующий пакет Стоимостью Тридцать долларов Шестьдесят Пятьдесят Сто Двести Триста Пятьдесят И так далее Он имеет больший дисконт Соответственно Скажем так Но мы до сих пор Остаемся все-таки Венчурным проектом Определенная доля риска Скажем Она сохраняется Хотя В сравнении с четырнадцатым годом Это не то что даже Небо и земля Это земля и космос Да Итак друзья У нас есть еще различные Инвестиционные стратегии Инвестирования Есть пакеты Скажем так Спецпредложения Это Высокий уровень дохода Высокие дисконты У нас есть пакеты Которые вы можете приобрести На несовершеннолетних детей С хорошим выгодным дисконтом С различными подарками На выгодных условиях То есть И у нас есть пакеты В рассрочку То есть Вы можете сами выбрать себе стратегию Покупать ли вам сразу За какую-то сумму денег Скажем так Разовый пакет Либо разбить Это на десять платежей Небольшие платежи В течение Десяти месяцев Либо быстрее Потому что рассрочки можно погашать досрочно И вы Инвестируя небольшие денежные средства За те же десять месяцев Можете стать владельцем Крупного пакета долей Второй важной Скажем так Инновационной составляющей Нашего проекта Помимо технологии Является и Наша партнерская программа Которая достаточно проста У нас шесть квалификационных уровней То есть Вы можете создать бизнес Уже сейчас Не дожидаясь Скажем так Распределения прибыли Компании На то количество Далей Которым вы владеете Это партнерская программа То есть В принципе Сделать здесь приходится При развитии бизнеса В партнерской программе То, что вы делаете каждый день Вы легко рекомендуете Ежедневно Людям Даже не задумываясь То, что вам нравится По жизни Начиная от продуктов питания Заканчивая, скажем так Походом в театр Шмотками Какими-то отдыхом И так далее Вашими рекомендациями пользуются За это некоторые говорят вам спасибо Здесь Если по вашей рекомендации Кто-то разобрался В нашей информации Зарегистрировался И стал владельцем Любого из пакетов долей Компания вас Щедро вознаграждает Посредством партнерской программы Которая есть Компания Skyway Capital Как я вам сказал У нас всего шесть Квалификационных уровней Одностороннее движение Скажем так По карьерной лестнице Вы можете медленно двигаться Вы можете двигаться Чуть быстрее Вы можете бежать Вы можете ехать на эскалаторе Как мы говорим Продвигаясь от квалификации Партнер До квалификации Топ-эксперта Весь маркетинг план В принципе он умещается В такую табличку С маркетинг планом Компании Skyway Capital Вы легко можете ознакомиться Внутри личного кабинета В разделе партнера У нас первое что это Есть партнерская программа Каждый уровень расписан Откуда и какой процент Вы получаете Что необходимо сделать Для того чтобы перемещаться По уровням Одно могу сказать Есть целый ряд преимуществ Данной партнерской программы Первое то что Все что делаете вы Партнеры вашего первого поколения Которое является квалификационным Оно все накапливается Никогда не обнуляется У вас здесь никто не может обогнать Вы здесь не можете Потерять структуру Как это происходит В огромном количестве MLM проектов Например Вы можете выводить Денежные средства На своем бонусном счете Накопив 30 долларов Соединенных Штатов Америки После этого вы можете Денежные средства вводить Но Вы можете стартовать Даже в нашем бизнесе Не покупая для себя Какой-либо из пакетов долей Просто зарегистрируешься Подписав партнерское соглашение Став партнером И вам уже За вашу Скажем так Проделанную работу В случае Если за вами будут регистрироваться Люди приобретать пакеты долей Будут идти Бонусные начисления С бонусного счета Вы можете приобрести Любой из пакетов долей И в итоге Стать активным партнером Развивать партнерскую программу Зарабатывать серьезные деньги Что скажем так Делают огромное количество людей В разных уголках земного шара Итак друзья Мы находимся на 13 этапе развития На втором подэтапе И где-то при лечении инвестиций Сегодня далеко уже не 73% Порядка 80% На сегодня Денежный средств Необходимый для реализации Нашего проекта Как это задумывалось Поначалу привлечено Да как я вам сказал Мы уже много что сделали Построили У нас начинается строительство Объединенных Арабских Эмиратов И осталось всего два этапа С маленьким хвостиком Для того чтобы успеть Стать владельцами пакетов долей То есть высока вероятность Она близка к 100% Что после того как Закончится 15 этап Инвестиции непосредственно В саму технологию Да Привлекаться не будут Что значит саму технологию То есть вы Инвестируя сегодня денежные средства Становитесь владельцами технологий Которые будут использованы В большом количестве проектов Разных уголках земного шара Прибыль будет приходить В компанию с этих проектов Где будут строиться дороги Если вы успели стать владельцами технологии В течение вот этих 13 этапов Соответственно Деньги приходящие С разных уголок земного шара Будут разбиваться Те 20% минимум Что я сказал По инвестиционному меморандуму Среди тех Кто успел Приобрести себе доли В течение вот этих 15 этапов Тех кто поддержал технологию На начальных этапах развития Дисконт сегодня Самый выгодный То есть выгоднее уже не будет То что было когда-то Мы Кто-то с горечью Кто-то с радостью Говорит о том Что успел приобрести себе Какое-то количество долей С теми дисконтами Которые были На 12, 10, 8, 5 А кто-то на первом этапе развития Те кто приобрел пакеты Долей В самом начале Даже вознаграждены Нашей компанией Были сошлены Первые денежные выплаты То есть Замен 100 тысяч долей Люди могли получить До 1000 долларов Для кого-то Их инвестиции Были приумножены В 35 раз По сравнению с тем Что было В 2014 году То есть мы уверенно Двигаемся к успеху Компания активно развивается Уже в целом Ряде регионов То есть у нас будет Построен Крупный инновационный Центр Skyway На территории Эмирата Шарджа И сейчас идет Активное строительство В этом направлении То есть там у нас будет Крупный филиал Развития нашего проекта И По мере развития Проектов Шарджа Другие эмираты Другие страны Аравийского полуострова Не только Аравийского полуострова Готовы уже Фактически строить дороги То есть Вам решать Что делать С той информацией Которой я вам сегодня дал Если вы Первый раз Слушайте данную информацию Лучше что вы можете сделать Задать какие-то вопросы Сейчас Либо если у вас Накопится огромное количество В вашем счете Разбираться технологии Задать эти вопросы Тем людям Которые пригласили вас На данное мероприятие Посещайте мероприятия Которые проходят У нас в режиме онлайн Вы это можете найти В разделе События нашего сайта И личного кабинета То есть Те вебинары Которые у нас проходят Они проходят На целом ряде Европейских языков То есть Там немецкие Венгерские Хорватские Чешские Словацкие И так далее И у нас есть большое количество Живых мероприятий Живых презентаций Которые также проходят В разных городах И странах Информацию о том Где, когда и в какое время Кто будет проводить И что за тематика Вы также легко можете найти В разделе События В нашем личном кабинете А сейчас коллеги Я бы хотел Услышать вопросы Если у вас такие есть Сейчас я загляну в чат Я думаю Многие из вас Кто следит за проектом Видели те новости Которые у нас с вами Были Освещены На прошедшей неделе То есть Действительно Фактически все Они были посвящены Развитию нашего проекта В Объединенных Арабских Эмиратах Начиная С новостью О приезде Делегации из Грузии Которая состоялась Порядка 10 дней назад Где были представители Железных дорог Данной страны И как было обещано Михаилом Кириченко Мы скоро скажем Так увидим интервью С одним из чиновников И С одним из гостей Из Грузии Да Сейчас же Всю последнюю неделю Мы Имели возможность Получать информацию О том Что происходит В Объединенных Арабских Эмиратах И Очередное видеоинтервью Нашего генерального конструктора С места Скажем так Строительства Вот наверняка В комнате есть люди Которые помнят то видео Которое было Еще до того Как в июне месяце Пятнадцатого года На аукционе Было выигран Скажем так Лот Или как это правильно сказать Что мы будем строить В Мариногорке То есть когда мы боролись За участок местности Площадью 36 гектар Недалеко Вот Города Мариногорка Было видео Где ходил Анатолий Дарвич Унички Действительно По колено В траве Где он говорил Что да Мы здесь будем строить Мы планируем Одно Второе Третье Были заросли Бурьяна Да Там какие-то Одиночные деревья И так далее И так далее И что сегодня Сделано на территории Экотехнопарка Так вот В Эмиратах Это будет строиться Гораздо быстрее И с точки зрения Того что там Климатические условия Немножко другие Там можно строить Круглый год И скажем так Не особо заморачиваться Над тем Что у тебя Скажем так Происходит над головой В Белоруссии Мы имели Скажем так И моменты Когда было Просто скажем так И не проехать техники Да Это осень Весна Зима Когда сильный мороз И так далее И так далее Вот И сейчас мы Как я вот заявлял В начале нашего проекта В начале точнее Нашего вебинара Что мы очень близки К тому Чтобы технология Уже реализовывалась И чаяния Вот тех людей Которые пришли В самом начале В 2014 году Да Были исполнены То есть мы все Ждем момента Строительства первой дороги Получения прибыли Там и так далее И так далее Ждем кто-то активно Кто-то не очень Итак друзья Вопросы Есть ли какие-то По ходу вебинара По последним событиям По последним Скажем так Информации Которая касается Развития нашего проекта Пишите сейчас И в чате Как я понимаю В социальных сетях Пока Тишина Тишина Валентина Вопрос А что на правительственном уровне В России Вы знаете Я знаю Что доходят слухи Что переговоры В принципе Ведутся Ну достаточно давно И периодически Возможно Они каким-то образом Происходят Потому что По-моему В 16-м году Да В декабре Кирилл Бадулин Вместе с двумя Руководителями КБ Делали презентацию Для представителей Московского транспортного узла Вот И с тех пор Поддерживаются Скажем так Какие-то взаимоотношения То есть Задаются какие-то вопросы Идут какие-то предложения Вы видели Что технология За два года уже Да Тоже В процессе развития Совершенствуется Опять же Появляются новые Типы путевой структуры Новые виды транспортных средств И так далее И так далее Посмотрим Что будет происходить В России Как только Будет выявлен регион Где будет проявлен Действительно Высокие интересы Будут готовы люди Платить деньги За то Чтобы это было построено Поверьте Будем развиваться В этих регионах По поводу Когда закончится 13 этап Коллеги Ну у нас Буквально неделю назад Только начался Второй подэтап 13 этапа Да Соответственно Я предполагаю Как минимум Будет еще и третий То есть Но опять же Все зависит от того Что Как быстро Привлекаются Те же инвестиции Какое количество денег Какое из них придет И так далее И так далее И так далее Это выполнение тех Работ Которые проводятся В соответствии С каждым этапом Поверьте мне Как только руководство Увидит Что необходимое Количество инвестиций Прилечено И какой-то объем Работы выполнен Мы перейдем На следующий этап По поводу Вот эти вопросы Возможно ли Закрытие 15 этапа В этом году Николай Ну на каждом мероприятии Эти вопросы задаются И Маслову И Суходу Вот Я как бы не являюсь Именно руководителем Проекта Но я думаю Что Когда-то это произойдет Может ли в 19-м году Ну потенциал этого есть Да Потому что опять же Мы с вами находимся В той ситуации Когда Строимся В достаточно богатой стране Да И возможно Те самые инвестиции Которые по адресным проектам Которых мы ждали давно Сейчас начнут идти В развитии нашего проекта Вы знаете Что с Индией был подписан Вот Игорь спросил Подписано ли Контракты там С кем-то еще С Индией Скажем так Договора о намерениях И договора И сумма даже Договора обговаривалась Была подписана еще В 17-м году К сожалению Скажем так Поменялось Политическое руководство Штатов Которым планировалось Строительство Пока Не то чтобы там Все это заглохло Навсегда Нет Но тем не менее Не так активно Двигается проект Тех странах Что перечислен Индия Швейцария Австралия По Швейцарии Наверняка Вы слушали информацию Сан-Бернардины Как нам сказали Это один из адресных Проектов потенциальных Опять же Будет финансирование Оттуда Значит будет развиваться И там В Австралии Работает Родхук Тоже там очень много Если вы внимательно Смотрели последние интервью Как раз подменным Арабским Эмиратом Очень много согласований Как говорил Анатолий Дар Еще низкий Я вот например Тоже не знал Что в Эмиратах Например нельзя Строить дома Из дерева Оказывается Вплоть до руководства Страны Дошли для того Чтобы разрешили Тот гостевой дом Который будет построен На территории Инновационного центра Разрешили строить Вот Такие вот дела Бывают У нас в стране В России Например Деревянного Скажем так Ветхого жилья В котором живут люди Немерено Я был в городе Ну моя родина Архангель Как раз таки На новогодние праздники И так далее Этот город Называют столица Ветхого жилья То есть Там огромное количество Деревянных домов Там двухэтажных Двухподъездных Там И так далее Покосившихся Там ушедших со свая И так далее И так далее И в них до сих пор Живут люди Я думаю В Эмиратах В таких домах Наверное даже Животных бы не держали Так коллеги Какие еще есть вопросы Да Покупка долей У вас за рубли Возможно Как-то там Все сложные Системы Вы выбираете С двойными Обменами Знаете Есть Валентина Несколько Платежных Систем У нас есть Возможность Приобретать Пакеты долей Из-за рубли То есть Там Вы можете Задать вопросы Например Нашим менеджерам Техподдержки Это можно было Осуществлять Покупки С рублевых Карт Поэтому Сегодня По-моему Такая возможность Есть Спасибо Валерий За мои слова Паразиты Я знаю Что есть Такая Такая Пробел Буду Работать Над собой Так В этом году Допустим Беларусь Ляжет Под Путину Что останется Скайвей Возможно Ли глупый Может Но меня Это интересует Но я не знаю Кто там Под кого Ляжет Давайте Я не сторонник Обсуждать Сейчас Какие-то Политические Вопросы На вебинарах Касаемые Технологии То есть Я когда-то Говорил Что технология Скайвей Может Объединить Мир В отличие от Технологии Под названием Интернет Которая Очень много Хорошего Но очень много Гадостей Потому что Интернет С одной стороны Это Скажем так Средство Для развития Человечества А с другой стороны Это большая Большая Помойка Которую Выливается Скажем так И то Чего не существует На самом деле Вот Поэтому Я не сторонник Говорю Что обсуждать Политику Кто кем Странит Какие страны Объединятся Там Санкции И так далее К сожалению Мы существуем В том мире Котором Котором Мы живем Да И нам С вами Как и на протяжении Неских тысяч Лет Людям Живущим В этом мире Приходится Подстраиваться Под то Что есть Ну и наверное Делать для себя Выбор Хотим ли мы Жить там Хуже Лучше Двигаться Нам с проектом Скайвей Развиваться Нам в этом Скажем Направлении Помогать ли нам Развитие Данной технологии То есть Каждый принимает За себя сам В независимости От его политических Взглядов Проживания Скажем так На территории Какого-то количества Стран Цвета кожи Образования Религиозных взглядов И так далее Все зависит От нас с вами По поводу МКАДа Я не знаю Но поймите правильно МКАД Он уже построен Он постоянно стоит В часы Пик И особенно Пятница Например Сейчас как раз Начинает теплеть Скоро весна И огромное количество Москвичей Реянутся на отдачи И так далее Но Будет ли это МКАД Будет ли это что-то И будет ли это вообще Я пока сказать не могу Потому что Я думаю Что когда-то Если вы внимательно читали И знакомились С нашим проектом Было предложение Связать московские аэропорты То есть Придут к этому Почему нет Комфортно Между скажем Четырьмя аэропортами Которые есть На сегодняшний день Жуковский Домодедов Шереметьево Внуков То есть Их можно вот так связать И Транзитным пассажирам Которым приходится Например Прилетев в Москву На один аэродром Там ехать на аэроэкспрессе Там метро Потом следующий аэроэкспресс Дальше Либо такси Комфортно сесть И доехать При помощи Транспорта Skyway Если будет политическая воля Если будет решение Это все построить Поэтому Будет ли заключен Контракт по МКАДу Там или в Москве Давайте дождемся У меня пока Этой информации нет Придумывать я не хочу Нет привычки Так Итак друзья Если это все вопросы Которые возникали Сегодня по ходу Вебинара Хочу вас поблагодарить За то что были Сегодня Вместе со мной Непонятно Где ночуют Ваши Skyway Мобильчики Проблемы с гаражами Будут в будущем Где ночуют У нас сегодня Несколько видов Транспортных средств То есть В дальнейшем Планируется Развитие Нашей транспортной системы Таким образом Что люди смогут Владеть даже Собственными Скажем так Как юнибусами И так далее Либо возможно Будут Скажем Предоставляться Транспортные средства В лизинг И прочее Спасибо вам Татьяна За Ваше спасибо Сегодня Транспортные средства Которые у нас есть Какие то из них Проходят Испытания Например Или обкатку В технопарке Какие то находятся На производстве Что то у нас Двигается в сторону Объединенных Арабских Эмиратов Пока скажем так Активного движения На трамвай Какие то депо В виде там Трамвайных Или троллейбусных Валентина Пока еще нет Но вопрос хороший Где ночуют Ваши скайдеры Мобильчики Так друзья Спасибо